Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня пару фонариков, купленные по определенной причине. У одного из оружейных англоязычных блогеров отец и его, не совсем мачеха, а девушка-отца, попали в серьезную мотоциклетную аварию. И им, соответственно, нужны были финансы для помощи медициной. Там до сих пор все еще грустно. Это Guns and Gadgets канал, если кому интересно, кто подписан. All Light решил сделать распродажу одного небольшого фонарика, ультрафиолетового, вот этого модель i3UV EOS, от продажи которой все деньги пойдут на помощь вот этому блогеру. Он их много развивал, честно говоря, может быть больше, чем нужно. Вообще, я считаю, что у All Light некоторый перебор с рекламой. Но, честно говоря, помочь хорошему человеку, хоть и мне лично незнакомому, я считаю, достаточно благим действием. Вот такой микрофонарик. Для начала, конечно, надо включить батарейку обратную сторону, насколько я понимаю. Или нет, просто вот этот пластик надо было выбросить. Ультрафиолетовый фонарик, его не всегда видно глазами, но он дает определенные возможности посмотреть то, что при обычном свете малозаметно. Следы химии или тому чего-то подобное. Вот такой вот микрофонарик. Я купил пару штук, чисто для того, чтобы посмотреть, что это такое. Ну и, в принципе, они недорогие, по 17 долларов всего. Можно посмотреть на свои руки под ультрафиолетовой подсветкой, что дает какие-то интересные эффекты, может быть. Или еще какие-то цели. Ну, в общем, это, в принципе, все, что я хотел рассказать. Достаточно грустная тема, конечно. У них там на мотоцикле они оба ехали. И была очень серьезная авария. Так что еще неизвестно, чем это закончилось. Или чем-то закончится. Но вот такая вот вещь, может быть, чуть-чуть поможет людям. Я считаю, что это того стоит. Давайте посмотрим на этот фонарик поближе. Вот он. Сейчас я камеру и так верну, чтобы легче сфотографировать или снять. Вот этот микрофонарик. Вот так вот он включается. Хотя тепло чувствительное от этого фонаря. На руке чувствуется практически сразу. У меня вообще в ультрафиолетовых практически нету фонариков. Так что вот он. Его можно, соответственно, подвесить на какой-то ремешок или на ключи. Вот его модель, соответственно. И включается простым поворотом. Кстати, интересно, что камера очень плохо реагирует на этот свет. Ну, логично, в принципе. Все. Спасибо за внимание. Вот такое вот краткое видео. Ничего, кроме коробочки. Здесь нету. И небольшая инструкция. Весит 18 грамм. 19.4 грамма. Дистанция подсветки полтора метра. Батарейка на 40 минут. Частота света 395 миллиметров. Мелкий очень текст, плохое освещение. В принципе, можно и читать так-то уже. Если нужно. Все. До следующего видео. До следующих видео. Пока. 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 Продолжение следует...